Главным ингредиентом сегодняшних драников будет топинанбург или земляная груша. Калорийность блюда 80 килокалорий на 100 граммов. Проходила в переходе и купила у бабули топинанбург, заодно спросила, что из него можно приготовить, на что она ответила, что его едят как сырым, так и готовят драники. Я загуглила, оказалось, что этот корнеплод супер-мега-полезный. Но пока не отвлекаемся от рецепта, очищаем топинанбург, натираем его на терке и вбиваем туда пару яиц. Дальше присаливаем, подперчиваем, ставим сковородку на огонь, наливаем оливковое масло, а нашу смесь хорошенечко руками перемащиваем. Формируем котлетки и выкладываем на сковородку. Пока драники жарятся, немного о полезном. Клубни растения содержат длинный список витаминов и минералов, а также в них можно найти белки, железо, клетчатку, незаменимые аминокислоты, органические кислоты и пектин. Земляная груша восстанавливает микрофлору кишечника, нормализует давление, повышает гемоглобин, понижает уровень сахара в крови, укрепляет сосуды и улучшает работу сердца. И что еще интересное, земляная груша устраняет ожоги. Ну, в общем, незаменимая вещь в хозяйстве. Ну, а если кто-нибудь не пробовал топинанбург на вкус, вкус сырых клубней приятный, сладковатый, немного ореховый, напоминает кочерыжечку белокочаной капусты, репу или каштан. Структура сочная, нежная, ну, как у редиски, в общем-то. А противопоказания к употреблению топинанбурга ученые не нашли. Исключение заставляют люди с персональной непереносимостью и тем, кто страдает от метеоризма. Сырой топинанбург способствует образованию газа в кишечнике. У меня сегодня получились драники стопинанбурга, можно сказать, вегетарианское блюдо, потому что мясо о каких-то других продуктах я не взяла. Взяла помидорки черри и нарезала лук кольцами. Пожалуй, как вариант диетического блюда на 100% подходит. Обязательно присмотритесь к этому корнеплоду, особенно в сезон. Стоит он копейки, а сколько пользы он несет. Низкокалорийный, суперполезный, с низким гликемическим индексом. Отлично подходит для похудения, для диабетиков. Экспериментируйте, пробуйте новые продукты и приятного всем аппетита! А если вам понравилось видео, то ставьте лайки и обязательно подпишитесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok